Музыка К одному человеку подошли и спросили, чем ты занимаешься? Он говорит, я ворочаю большие камни А рядом стоял другой человек, который делал то же самое дело И ему задали тот же самый вопрос, чем ты занимаешься? И он ответил совершенно по-другому Он сказал, я строю храм Вы знаете, действительно, все изменения в вашей жизни начинают происходить, когда меняются ваши отношения Все события нейтральны Но каждый день мы делаем выбор Каждую секунду мы делаем выбор Пойти или не пойти, встать или не встать Испугаться или сделать шаг навстречу страху Сделать или не сделать И мы на одно и то же очень часто можем смотреть по-разному И я хотела затронуть небольшую тему Все мы здесь собрались, мы здесь все предприниматели И вообще этот проект задумывался как инструмент развития именно предпринимательского духа Как инструмент развития предпринимательства в наших структурах И очень часто в последнее время мы с мужем обсуждаем этот вопрос Он очень актуален, особенно для Москвы Потому что, вы понимаете прекрасно, что за 100 тысяч рублей можно найти работу в Москве Кто согласен со мной? И нафига париться? Носить какие-то каталоги? Получать отказы? Заниматься каким-то делом, которое неизвестно еще, выгорит или не выгорит? Вы знаете, в этом и есть суть предпринимательской деятельности Смотрите, предприниматель Пока, из чего состоит это слово? Напишите его себе в тетрадке Предприниматель Пред, да, то есть что это за приставка такая? Да, перед, пред Пока другие думают, принять решение или не принять Вы уже впереди Предприниматель человек, который на шаг впереди И именно за это Вот когда вы поймете, что вы можете сделать на шаг впереди, чем остальные Как вы можете построить свою мысль Как вы можете построить отношения с людьми по-другому, чем остальные Тогда вы будете зарабатывать деньги Вот мне в свое время, я приходила домой, муж мне говорил Я говорю, ой, это не получается, это не получается Он говорит, а ты что думаешь, тебе шведы просто так, что деньги будут платить? Вот когда ты поймешь, когда ты будешь делать что-то по-другому И я вот здесь написала несколько отличий Да, на обычной работе можно 100 тысяч получать Но зарплату бриллиантового директора, да, нельзя назвать зарплатой Это доход, это совершенно другое Он может быть и не 100 тысяч, он может быть гораздо больше И это зависит от вас Ребята, никогда нельзя сравнить отпуск, на который вы тратите свои собственные денежки С конференциями, которые будут не один раз в год Когда начальник разрешил, отпустит он вас или нет А когда вы захотите, вы в любой день можете себе купить билет на самолет И улететь, скажете, все, устал Представляете, вот эта жизнь, вот эта свобода То, чем я дорожу в Арифлейм То, что мне нравится в Арифлейм И за что я обожаю предпринимательскую деятельность И, конечно же, главное отличие начальников и наставников Наставник, да, это тот человек, который сам прошел этот путь Который может вас научить, передать знания, передать опыт Да, бывает еще у нас страна советов У нас бывают советники То есть это те люди, которые сами не разбираются У вас есть такие советники? Есть Да? И вот напишите себе Почувствовать человек этот, который вам что-то говорит Он для вас наставник или он для вас советник? Советы давать мы все гораздо Если я не умею блины печь Что я вам могу посоветовать? Я для вас буду советник или наставник? Кто хочет блины? Да, я буду советник Скажут, слушай, мамка делает вот так Ну, в принципе, говорят, все, что должно быть такое Поэтому чувствуйте Когда вам кто-то что-то говорит Советник это или наставник? В Арифлейм для того, чтобы зарабатывать такие деньги Нужно искать себе наставника Будет лучше, если их будет несколько И проект Вызов года как раз сделан именно для этого Ребята, у вас появляются сразу великолепные наставники И, конечно же, самый главный аргумент Это то, что движет всеми предпринимателями Это когда-то, скажем так, завязать совсем И в те же 50, 60, 70 лет Когда захотите уйти на пенсию И не нести нищенское существование А получать реальный доход Год назад у нас была конференция в Стокгольме Нас собрали 10 тысяч человек На глобан арене И мы впервые увидели И я хочу, чтобы вы гордились этим Чтобы вы говорили об этом 200 долларовых миллионеров Это данные были по прошлому году И вы знаете Несколько человек, которые Участвовали и организовали Проект Вызов года А именно, это Василий Кравцов Ольга Пономарева Кто еще из вас? Это долларовые миллионеры Они стояли в Стокгольме на сцене Даже если вот так увеличить То там вот здесь Оля прямо на цифре один А вот здесь на зоне там Вася Представляете, долларовые миллионеры Представляете, у каких предпринимателей У нас есть возможность учиться Что ещё есть За у interior Ein Oracle Эпич sickness Колебания Оп dop ISA Я П weeks Там Оля ophy Серой aud